Самая лучшая, самая мощная, самая офигенная карточка, добро пожаловать! Здарова, друзья, с вами Влад Капуза! Сегодня совместно с вами я хотел бы уничтожить события в весеннем противостоянии и получать из этого кучу офигенных наград. Мы, пожалуй, начнем с того, что я даю каждому из вас возможность получить абсолютно бесплатно, без каких-либо лайков, от меня звездный абонемент, который находится здесь, вот перед вашими глазами. Эусебио карточка, Кафу карточка, кучу офигительных наград, которые вам реально пригодятся в этой версии FIFA Mobile. Чтобы вы сумели принять участие, все лишь лайк, подписочка, комментарий и также обязательно подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там для всех вас будут находиться результаты. Я сделаю результаты примерно так. Воскресенье, либо понедельник, возможно, вторник. Один из вас сумеет от меня получить звездный абонемент. Сделаю как? Выберу последние 2, 3, 4 ролика и там рандомным образом проведу среди вас в прямом эфире результаты. Так что кто-то из вас сумеет получить от меня звездный абонемент совершенно бесхватно за всего лишь один комментарий, за подписку и также за подписку на мой телеграм-канал. Так что участвуйте, получайте самое лучшее от меня. Если вы, кстати, испытываете проблемы с покупкой FIFA Points либо звездного абонемента, обращаемся ко мне. Цены доступны, так что пишите. Звездный абонемент, говорю сразу, стоит немножко дороже. FIFA Points стоит дешевле, чем в игре. Так что пишите, без проблем, все оформим. Заходим в события весеннее противостояние и за ежедневный вход нам что дается? Билеты, противостояние, а также весенние корзинки. Нажимаем сюда раскрыть лайфхак, о котором мне рассказал мой друг. Так что тут такие интересные варианты. Вполне возможно то, что вас будут ожидать, как и меня. И есть шансы, то что вы сумеете еще и на кота забрать абсолютно бесплатно, если сейчас этот лайфхак будет работать. Билеты противостояния забираем и весеннюю корзинку мы тоже забираем совместно с вами. Мне мои друзья посоветовали открывать ячейку с лейкой и здесь вполне возможно то, что будет часто выпадать корзинки. Давайте проверим, правда ли это или миф. Весеннее противостояние, начинаем. Пока что нет. Хорошо. Второй набор открываем, посмотрим, будет не будет корзинка. Нет, что-то мне не везет. А друг мне рассказывал то, что здесь часто корзинки выпадают. Думал вам лайфхак расскажу. Оказывается, походу, это не лайфхак. Показать все сразу, ну что ж такое. Выселение навыков нормальная тема, но мне бы это, парочку корзинок получить. Опа, этап номер 2, задача выполнена. Корзинок вообще нету что-то. Может быть я что-то путаю? Скворечник стоит открывать или что? Давайте скворечник попробуем открыть. Пока что не знаю, но... Опа. Весенняя корзина, хорошо. Может быть нужно было открывать скворечник все-таки, а не лейку? Сейчас проверим. Походу не то я открывал, или он неправильно написал мне? Да, стоп. Походу стоп, походу надо было открывать скворечник. Нежданно-негаданно. Не то начал открывать? Нет. Последняя возможность у меня осталась. Интересно, корзинка выпадет? Нет, корзинки нету. Или это рандом все-таки? Непонятно на самом деле, как все происходит. Ирака я не сумел выбить. Ираки в Робу чаще всего выпадают в белом заборе. В лейке говорят, что чаще всего корзинки выпадают. Но я пока не могу точно сказать. Для меня не до конца понятно. Мне бы главное всего это усиление навыков. Вот если штучек выбить, было бы вообще супер круто. Но, увы, мне они не выпали. А стоп, поиск яиц, мы возвращаемся сюда. И прямо сейчас я заберу вторую награду. Это 100 тысяч монет. Ребята, весь список игроков и также наград, которые будут находиться в этом разделе, я скинул у себя в телеграм-канале. Заходите туда, там весь список есть. Со всеми наградами, которые обновляются каждый день. Вы с помощью моего телеграм-канала сумеете разобрать, где и когда вы сумеете забрать того-либо иного игрока. Также все ресурсы, все награды, которые тут будут находиться. Награды на самом деле достойнейшие. Поэтому ни в коем случае не пропускайте. Залетайте в телеграм-канал и там вы сумеете все найти для себя. А я пока захожу в весеннее противостояние. Сейчас мы немножко пофанимся. Абонемент противостояния я купил за 2000 поинтсов. И дальше я сумел получить весенний выводок. Блин, не знаю, у меня весенний выводок почему-то вот прямо ассоциация такая идет. Сори, конечно. Прикольно, прикольно выглядит логотип. Мы сразу можем забрать все награды. Давайте постараемся все пройти. Задание, удары 1 на 1. Я сейчас буду все быстро проходить и буду вам показывать примерно, что и как здесь проходит у меня. Рональдини в атаке и сразу же забивает. Отличный успех. Мы это испытание проходим. И сейчас будем собирать по чуть-чуть награды. Весеннее противостояние. Тратим мы FIFA поинтсы. Покупаем. Че поделать? Надо. Матч мы успешно сумели преодолеть с помощью автоигры. И сейчас я соберу награду, которая меня здесь ожидает. Даже без эффекта сразу карточка 89 рейтинг центрального защитника. Ну, типа шо вам сказать. Ну, конечно, нормально, но если бы какой-то эффект был бы, хоть что-то такое прям интересно, чтобы было, тогда совершенно другой расклад был бы, мне так кажется. Ну, шо есть, то есть, типа хотя бы за это спасибо. И через ворота нужно пройти передачу. И после этого мы соберем еще дополнительные награды. Ну шо, давайте преодолевать. Максимально легкое испытание было. Пара секунд и бах его прошел. Успешно, при том. И за это я получаю 100 тысяч монет. Ребята, я рекомендую всем вам, вот прям реально рекомендую, покупать абонемент данного события. И вы сумеете получить все самые годные, самые офигенные награды из этого события, которые только есть. И кучу усилений навыков, плюс еще получаете для себя. И роков получаете, усилений навыков получаете. Столько всего на вашем аккаунте будет благодаря этому событию. Поэтому ни в коем случае не тратим свои возможности и забираем все самое лучшее, что вас здесь ожидает. А я думаю, с первого раза возможность умеет забрать. Да, хорош. Далее. Здесь даются нам усиления навыков. Да, все верно. Куча усилок, которые мне реально приодятся в прокачке моего состава. А дальше мне уже не хватает билетов. Нужно покупать за поинсы. Обожаю я открывать эти наборы. Билеты противостояний. Жалко то, что сразу нельзя купить. Нужно тебе количество этих билетов. Но, что есть, то есть. Приходится и так делать. Может выпасть абсолютно любая карточка. Возможно, карточка Милинковича, Савича, Завы, Петви, Целя, Рафини, Перишича. Его фамилию даже не буду произносить, потому что сейчас язык себе сломаю. Если начну, Рибари, Паварда, Эрика, Гарсия и так далее. Я не знаю, кого хотел бы больше всего. Ну, конечно, 93-й рейтинг был бы вообще супер. Но посмотрим, что будет падать. Второй матч на автоигре моя команда сумела преодолеть. И мы побеждаем со счетом 4-0. Давайте проверим, что же за награда меня сейчас ожидает. Пожалуйста, если можно, 93-й плюс рейтинг. Плиз. 774 тысячи монет. Мне кажется, что стоит его сразу, типа, продавать. А если нажать, смотреть еще раз. Да, даже без эффекта. Ну, так и живем, ребята. Но зато скоро я сумел собрать вот эти все награды, которые внизу находятся. А награды, конечно, здесь ядерные. Поэтому стоит обязательно всем вам участвовать. И получать у меня звездный абонемент. Конечно, с помощью звездного абонемента вы сумеете себе получить только 1000 поинтсов. Но эти 1000 поинтсов вы сумеете обменять на нехватающие вам самоцветы. А уже за самоцветы купить этот абонемент. Ну и плюс еще вы в звездном абонементе сумеете получить кучу всего. Там столько наград на кольце, что с помощью этих наград вы забираете сразу пятерых яруков 93-го рынка. А возможно, даже шестерых заберете, если вам повезет. Поэтому ни в коем случае не забывайте участвовать во всех моих конкурсах. Потому что конкурсы для вас всегда ядерные, пушечные, офигенные. Просто за ваш лайк, за вашу подписочку. И чтобы у вас было такое же весеннее настроение, как сейчас. Я получил себе модзерик, что-то логотип вроде бы. Или аватар, как правильно называется. Блин, аж путаюсь постоянно. Мы получаем дополнительную награду, это усиление навыков. Здесь мы получаем 200 тысяч монет. А дальше мы получаем усиление навыков, монетки и потом снова Ирака. Жду не дождусь, когда я заберу карточку Серхио Рамуса, чтобы его продать подороже. Автоигра меня все больше и больше радует, потому что моя команда забивает ровно по 4 галешника. Вот он, ахах. Что еще тут сказать? Забираем монетки или что там дается, вроде бы 200 тысяч. Да, 200 тысяч монет, забираем их. Давай, 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 давай. Фух, сумел. Так, это испытание я с легкостью сумел преодолеть. И что здесь дается? Снова и снова дается усиление навыков, еще в огромном количестве. Испытанием за испытанием мы выполняем. И монетки усиление навыков получаем. А вот теперь меня ожидает матч, где я гарантированно сумею получить Рака рейтингом 88+. Но пока что на самом деле Раки не особо высокого рейтингом выпадают. И я не могу даже ничем похвастаться. Я думал, что хотя бы один мастер мне выпадет. Но такого нету. Странно как-то. И снова моя команда на автоигре показывает достойный результат. И мы преодолеваем данное испытание. И теперь мы совместно с вами получим Рака. Желательно 90+. Пожалуйста, выпадите 90+. 93-й хотя бы. Ну что это такое? Черт побери, та же самая карточка 89-го рейтинг Рака выпадает. Надо будет срочно его сливать, потому что понимаешь, он подешевеет очень. Прям очень-очень. Два последних набора нужно купить. Ну то есть два билета противостояния. И я смогу получить карточку с Серхио Рамос раньше, чем все остальные. Я буду походу один из самых первых, кто получит его карточку. Ну один из. Преодолеваем данное испытание. С первого раза сумел выбить. Ничего себе так. Чем дальше, тем круче. Усилки даются мне всегда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно преодолеть матч на автоигре. И я сумею получить весенние очки выбора. А там уже гарантированно Рака 92+, либо 2 миллиона монет. Ну конечно заберем Рака, продадим его и будем в ажуре прям. Финальный матч с счетом 9-1 я сумел преодолеть с помощью автоигры, как всегда. И теперь мы нажимаем на кнопку Далее. Здесь мы забираем самое основное. Это весенние очки выбора 1 штучка. Добротненько, хорошая, интереснейшая награда, которая кажется сейчас прям у нас. Клацаем кнопочка Далее. И теперь мы совместно с вами соберем все награды, которые здесь доступны. Карточка, серфио Рамоса, усиление навыков, весенние реки, миллион монеток. То, что мне нужно было давным-давно. Меня вот больше всего интересует, будет ли хоть какой-то эффект, когда я буду забирать вот эти вот все награды. Как вы считаете? Хоть что-то будет здесь? Нажимаем кнопку Забрать. Проверим. Есть ли эффект или нет эффекта? Ну, надеюсь на то, что будет. Хотелось бы. Есть, хорош. Вот когда ты покупаешь абонемент, ты получаешь награды именно с эффектом, вот которым ты ожидаешь получить. Это клево. Карточка Побона 89, добро пожаловать. 628 тысяч монет. Ну, это плохо очень. Я думал, что подороже она будет стоить, но ладно. Собираем все награды отсюда. Ух ты, ё-моё, ё-моё. Пэм-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэм. Весеннее противостояние. Сколько же всего дается здесь? Прям шик и блеск. Далее. Монетки забираем. Монеты всегда нужны. Если так задуматься. Усиление навыков 120 штучек. Ух, что не дождусь, когда уже заберу самую основную карточку. Это карточек. Серхио Рамоса. Показай все. Интересно, сумею вообще прокачать себе усилки нормально с помощью этих всех наград? Ну, должен вроде бы как. Здесь Милинкович Саевич. За Вицель. Ну, Рафини. Ну, Перишич. Ну, хоть кто-то из вас. Выпадите мне. Пожалуйста. Давай. В этот раз что такое? Одна должна выпасть. Вот 100%. Вот умоляю. Давай. Давай. Франц. А кто там? Французечка. Кто? Из Баварии. Да. Поварда карточек. 91-го. Позерщика. Вот это вот я понимаю, когда открываешь в наборе абонемента, карточки намного круче попадают, нежели чем до этого падали. Хорош. 5-5 ледов, монет стоит. Сколько? Хорош. Весна. Забираем. Пам-парапапапапапапам. Не понял. Это что такое? Не ясно пока мне. Что это? Вот и здесь. И как это понимать? Ничего нету? Ладно. А у вас были такие приколясики? Отпишите в комментариях. Показай все сразу. 600 тысяч монет заберем сейчас. Ай, блин, такие награды нужны мне падают сейчас. Вот самое главное для меня это усиление навыков и монетки. Ну и желательно побольше игроков, именно кращих, чтобы самые такие жесткие, самые крутые рейтинги выпадали, которых я смог продать на рынке. Интересно, сколько стоит карточка Серхио Рамоса сейчас? Миллион пятьдесят. Ребята, обязательно участвуйте в моем конгрессе. С помощью меня вы сумеете победить, выиграть звездный абонемент. Там вы забираете тысячу поинтсов. Поинтсы вы обмениваете на ваши самоцветы. Ну и то есть не на ваши самоцветы, а на самоцветы в магазине. И потом вы покупаете себе абонемент весеннего противостояния. Так что участвуйте. Плюс еще кучу награды вы сумеете получить из звездного абонемента, карточку СЭБИО, КАФУ и так далее. Либо если вы хотели бы через меня купить, можете обращаться ко мне. Нужная ссылка будет находиться в описании. Так что пишите, без проблем все оформим. Также по накрутке FIFA Points можете обращаться. Все четко, все круто. Без проблем все оформим. А я сейчас получаю карточку кого же, кого же. Да ну не гони, шо второй раз его карточка. Да ну ладно, две карточки ПЗшника. Вау. Вот это вот я понимаю нормальная такая тема. 91-й, добро пожаловать. Хорош. Хорош. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Интересно, сумею, не сумею его продать на рынке. Прям хотелось бы. Если за 5 ламбусу ему продать, его это будет вообще идеально. 450 усиление навыков. Усилок достаточно немало, отсюда получаем. Показай все сразу. Фух. Ну и финальный карточек, который я тебе больше всего получил. Это карточек Серхио Рамуса. Дело в том, 3-й вороте. Характеристики сумасшедшие. 9 минут 130 стоит. Я думаю завтра, либо послезавтра его снимать будет составлять примерно 15-20 миллионов монет. Где-то так. Остальные карточки стоит продавать? Серхио Рамуса пока что не стоит. Но думаю то, что в будущем он подешевеет. Мне почему-то так кажется. А вы как думаете? Нажимаем на кнопку забрать. И заберем самую лучшую, самую крутую карточку. Добро пожаловать к нам в футбольный клуб. Самая лучшая, самая мощная, самая офигенная карточка. Добро пожаловать. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Серхио, привет. Рад, что ко мне залетел. Я тебя скоро продам. Я понимаю, просто карточка офигенная, но она мне не подходит в мой состав. Просто ВР состава резко поменяется. Если я его сейчас буду использовать. А здесь мы должны определиться, когда карточка самая дорогая, то и будем забирать. В Альварде карточка стоит 7 миллионов 160. А ты что почем? 7 миллионов 320. Я спины карточка сколько стоит? 6 миллионов 900. Ну, тут понятное дело то, что... Конечно, на подачу было бы лучше забрать, но Вальварде это Вальварде. Поэтому мы заберем совместно с вами карточку Вальварде. Хух. Я вот не знаю, что делать с Вальварде. Стоит ли его сразу продавать? Или как поступить? Как бы вы мне порекомендовали? Отпишите в комментариях, прямо сейчас. Ну, думаю, Вальварде заберу. Вы, кстати, гарантированно получаете без доната карточку 92-го рейтинг на ваше усмотрение бесплатно, без какого-либо доната. Так что, вот такие вот дела прикольные. Открываем набор. И мы заберем карточку Вальварде. Добро пожаловать, добро пожаловать. Блин, тупо уничтожили данное событие. Такие карточки. Ух. 7 миллионов 160. Но Вальварде не знаю, пока не стоит продавать, думаю. Попозже продам его. Поиск яиц. Я тут тоже буду немножко преодолевать испытания. Но это будет сложновато, потому что не особо часто мне выпадают вот весенние корзинки. Если бы чаще не выпадали, тогда бы вообще цены не было. Потому что я понимаю, что РК я могу получить абсолютно любого. Но мне нужнее всего это усиление навыков. А ну-ка давайте проверим, что прокачалось. Завершение атаки закачалось. Ловкость, ловкость. А вот владением и чем, конечно, все очень плохо. Дриблин вообще не попадает. Реакцию надо как-то закачать. Тоже очень сложно идет. И видение, и также рефлекс. Скорые рефлексы закачаются. Вот что делать с реакцией. Пока мне тоже не до конца понятно. Здесь карточка лама находится. Хм. Ну и владением и чем, кто у меня тут? Луишфигу. А вместе, кстати, владением и чем или какое усиление навыков? Найпери проверить. Еще не проверял. Но думал, конечно, то, что если все усилки заберут, то у меня сразу прокачаются. Оказывается, то, что нет. Ну-ка давайте мы проверим. Могу, не могу продать сейчас. Заходим на рынок. Мои Раки. И сейчас я буду продавать карточку Пауэрда. Открыть. Продать. Блин. Это что, я его не смогу продать? 70 заявок. Это жесть. Пожалуйста, если можно влететь с рынка. Открыть. Продать. Продать. Я надеюсь на то, что я в плюс себе сделаю. Интересно, а вот если Вальварда сейчас продавать, то что почем? А вот как раз на карточку Вальварда желающая куча. Пока что терпим, ждем. А Серхи Рамос, я думаю, тоже очень много игроков, которые хотят купить вам. Да, куча игроков. За 10 мы его продать, но пока не стоит. Я думаю, что 15-20 миллионов монет, когда будет его карточка, стоит, тогда сразу его продам. И буду в огромнейшем плюсе. А ну-ка, тебя попробуем продать. Интересно, хоть кто-то его купит? Ой, не-не-не-не-не. Блин, супер сложно будет. Продать эти игроков, которых я повыбивал. Я думал, шансов побольше будет, но нет. Продаем, пробуем. Кстати, возможно, в обмене что-то еще добавят нам, и мы с помощью обмена сумеем еще получить дополнительные какие-то награды. Продаем. И выставляем еще Павона на рынок. У меня еще и карточка Тибо Куртуа есть даже. Представьте, я даже не знал, что у меня такая карточка есть. Подтвердить? Я точно не ожидал то, что у меня такая карточка есть. А ну-ка, давайте проверим мои заявки, что и как здесь обстоит. А сколько обумьянных карточек? Ух ты, ё-моё, 11 миллионов монет стоит. Карточка обумьянка, ну это жесть, конечно. Такое себе. Опа, кстати, Павон сразу улетел с рынка. А другие реки, как думаете, повлетают, не повлетают? Шансы есть, нету? Че думаете? Пишите в комментариях прямо сейчас ваши мысли. Как вообще вам сегодняшний выпуск понравился, не понравился? Я думаю, что скоро мы совместно с вами соберем такой пушечный состав, что вы реально будете в шоке. Я, честно, сам скоро буду в шоке от того, что я хочу собрать, от того, что я хочу сделать. У меня столько много офигенных планов. Поэтому прямо сейчас, ребята, кому не впадало, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии, чтобы я сумел вас запомнить. И надеюсь на то, что вам сегодняшний выпуск реально понравился. Лайкайте, комментируйте. Всем вам до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok